Журналисты БН приехали в один из самых благополучных для дольщиков районов Петербурга – Калининский. Здесь почти не появляются долгостроя и совсем мало проблемных объектов. Но зато и цены на строящееся жилье доступными, за редкими исключениями, не назвать. Мы осмотрели три комплекса, строительство которых завершится через год. Первым стал жилой комплекс «Атланта-2». Его застройщик «Сэтл-Сити» сдаст даже чуть раньше. За завершение строительства жилого комплекса «Атланта-2» осталось не так много времени. В декабре текущего года объект должны сдать в эксплуатацию. Сейчас монолитные работы, как вы видите, идут на уровне 12 этажа. Всего в доме будет 1023 квартиры. Из них 80% – это самые ликвидные на рынке однушки и студии. Стоимость квадратного метра на этом объекте довольно высока – от 81,5 тысяч рублей и выше. Но локация при этом отнюдь не бесспорна. У дома запроектирован совсем крошечный паркинг, а подъезды к нему очень узкие. Об этом объекте мы рассказывали уже неоднократно. Остается только напомнить, что строительство ведется с августа 2011 года, когда было получено разрешение строительства. Планируемый срок сдачи этого объекта – четвертый квартал текущего 2013 года. Срок сдачи не переносился. Продажи ведутся по 214 федеральному закону. У жилого комплекса «Кантемировский» от компании «ЦДС» проблем с подъездами и парковками, видимо, не будет. Благо, рядом две крупные магистрали, а сам комплекс, а точнее целый квартал, строится с нуля на территории бывшего артиллерийского завода. К 2017 году здесь должно быть возведено 8 домов. Пока же строится лишь один корпус первой очереди. Его планируется сдать в первом квартале 2014 года. Минимальная стоимость квадрата в «Кантемировском» составляет сейчас 70 тысяч рублей. Этот жилой комплекс появился на рынке в начале прошлого года. В первую очередь объекты застройщик планирует ввести в эксплуатацию в первом квартале 2014 года. Полностью завершить проект планируется к 2017 году. Квартира реализуется путем привлечения пайщиков в жилищно-строительный кооператив. Сведений о разрешении на строительство у нас нет. Еще один масштабный проект Калининского района уже близится к завершению. Компания «Мегалит» планирует сдать в эксплуатацию вторую очередь своего дома на проспекте Просвещения к концу текущего года. И, скорее всего, это и сделает. Монолитные работы уже почти завершились. Но и стоимость квадратного метра постепенно приближается к уровню вторичного рынка, составляя 86 тысяч рублей. Этот объект появился на рынке еще в 2009 году. Строительство первой очереди первоначально планировалось завершить в 2011 году. Но потом сроки были перенесены на третий квартал 2012 года. В ноябре прошлого года первую очередь была получена ввели в эксплуатацию. В 2011 году появилась в продаже вторая очередь, разрешение строительства которой было получено в июне 2011 года. И срок ее задачи – четвертый квартал 2013 года. Продажи квартир в обеих очередях ведутся по 214 федеральному закону. Отметим, что свободных территорий в Калининском районе осталось не так уж много. Так что цены в ближайшие годы вряд ли будут снижаться. Скорее наоборот. Тем более, что работают здесь преимущественно дорогие застройщики, делающие ставку на качество. Павел Генев, Роман Рожков и Всеволод Амелин. БНТВ.